женственная женщина и инфантильная женщина в чем разница если эта женщина может все сама значит она не женственная значит она мужик да и значит ей не светит женское счастье и даже есть такие случаи когда женщина действительно сама может но она прикидывается немощно какие кардинальные отличия между инфантилизмом и женственностью привет меня зовут ярослав самойлов я дипломированный психолог и прежде чем мы перейдем к этому видео прямо сейчас ставьте лайк подписывайтесь на канал и обязательно смотрите это видео до конца часто я получаю сообщение от подписчиц из которых я могу делать вывод что очень многие девушки и женщины не совсем корректно или совсем некорректно трактуют понятие женственности не совсем корректно трактуют что же такое развитие себя как женщины что же такое развитие женственности и часто девушки и женщины путают это с позиции инфантилизма с такой некой позиции жертвы и в этом видео я хочу разложить по полочкам, чтобы вам стало более понятно, что же такое инфантилизм женский и какие кардинальные отличия между инфантилизмом и женственностью. И для себя вы сможете определить, насколько вы правильно или неправильно мыслили, и вы точно узнаете в этом видео ваших знакомых, девушек или же даже подружек. Некоторые думают, что если женщина умеет зарабатывать деньги, если женщина растет по карьерной лестнице, если эта женщина может все сама, значит она не женственная, значит она мужик, да и значит ей не светит женское счастье. И отсюда обратное убеждение, что для того, чтобы в жизни был рядом мужественный мужчина или для того, чтобы рядом мужчина и слабого превратился в сильного, для этого нужно разучиться что-то делать, для этого нужно чего-то лишиться. И что мужчина, он знаете, такая мужественность просыпается тогда, когда женщина чего-то не может или же не умеет. И тогда появляется спасатель мужчина или тогда проявляются спасательские мужские качества и настает в жизни женщины счастье. Как вы могли догадаться, это миф. Как вы могли догадаться, это мышление с крайностями. Конечно же доля истины есть в этих словах, но только лишь доля. И в том и проблема, что многие леди, девушки и женщины воспринимают это не как доля истины, а как за инструкцию к действию. Поэтому, если вы умеете зарабатывать деньги, если вы работаете на работе, либо может быть у вас бизнес есть как у женщины и вы зарабатываете даже неплохие деньги, это не равно, что вы не женственная. И то, что вы сами что-то умеете, у вас есть какие-то навыки, вы развиты как личность, это прекрасно. При этом, если вы на собственные заработанные деньги, например, дарите мужчинам дорогие подарки, либо вы на собственные заработанные деньги, вы вкладываете львиную долю в семейный бюджет, это уже можно назвать ошибками, которые могут влиять на отношение мужчины к вам. И подобные темы я подробно разбирал в других своих видео, которых есть уже немало на моем youtube канале. Поэтому женственность это скорее про вот что, это когда женщина может сама, но она позволяет проявляться мужским качеством, но она позволяет проявиться мужчине. Ну например, женщина может сама снять пальто? Конечно же может, но если она позволяет поухаживать мужчине, это круто, это женственно. Если женщина умеет зарабатывать деньги, умеет строить карьеру, умеет строить бизнес, но это плохо. Как можно сказать, что это плохо? Это окей, это скорее, это прекрасно, это лишним в жизни не будет. Но если она в отношениях с мужчиной, это же не значит, что она должна тянуть семью на себе. Это значит, что она может, она позволяет мужчине быть мужчиной в отношениях. И в моем понимании, например, мужчина это тот, который берет на себя финансовую ответственность, финансовое обеспечение семьи. И при этом женщина может работать, может заниматься любимым делом, может не заниматься любимым делом, больше заниматься семьей и от этого действительно кайфовать. Глобально она позволяет мужчине это делать. И от этого мужчина становится более мужественным и женщина в таких отношениях расцветает это не значит что ключевой рецепт части это чтобы мужик работал а женщина дыхала нет что такое женский инфантилизм это те женщины которые затем может быть слышит то что они хотят слышать или как-то слушают краем уха или эти они слушают разных психологов разных коучей разные книжки читают от разных понабирались и все это слепили в одну кучу и пытаются знаете как автомобиль колесо от одной машины рулят другой амортизатора 3 коробка передача 4 стекла от 5 машины и все и это вся конструкция пытается ехать пытается благополучно ехать и вряд ли это получается адекватно вот так же многие девушки которые слушают разных психологов разную информацию инфантилизм это когда женщина начинает играть в немощную до женщина начинает играть такую какую-то жертву какую-то такую не до да то есть ой у меня телефон разбился ой а у меня там нет денег или ой а я не знаю там как вызвать такси то есть она превращается в какого-то ребеночка инфантильного который сам ничего не может и даже есть такие случаи когда женщина действительно сама может но на прикидывается немощной пойти большая же есть разница позволять мужчине проявляться как мужчине и превращаться в немощную которая сама ничего не может инфантильная еще девушка при этом у нее еще есть куча претензий к мужчинам да она как бы прикидывается и такая ну чё давай проявляйся как мужчина и она очень нетерпимая к мужскому к мужскому поведению к мужским ответом просто бывает мужчина не сразу реагирует да не сразу проявляется как мужчина и тогда у нее вы вылазят эти претензии к все претензии к мужскому миру следующее какие еще различия между женственной и инфантильной получается что женственная девушка которая развивает женственность она в принципе открыта к развитию она постоянно развивается в разных сферах в том числе в развитии себя как женщины в том числе в развитии женственности инфантильная девушка получается она больше делает акцент на то чтобы что-то не уметь чтобы что-то разучиться делать и как визуальное выглядит такой милой и хорошей девочкой то есть получается что инфантильная девушка женщина у нее больше акцент на изображении себя кого-то и скорее на получается на деградации чем на развитие и напомню как яnew я рассказывал в одном из своих видео что инфантильные девушки они обычно привлекают каких мужчин мужчин спасателей но есть большая разница между мужчиной спасателем и мужчиной нормальным до спасатели он спасает мужчина нормальные он заботится и проблема в том что спасатель он вначале супер герой он начали супер классный ему нравится быть супергероем который вытаскивает из какой-то же эту девушку да из какой-то Это проблемная ее ситуация либо в финансовой проблемной ситуации, либо с родителями проблемы, либо с бывшим проблемы, либо по жизни проблемы. Он ее сначала спасает, конфетно-букетный период, а потом он начинает проявлять счет, потом он начинает проявлять претензии. И он превращается в агрессора, в агрессивного, в тирана или же абьюзера. Он злится на эту женщину подсознательно, потому что он от нее не может получить то, что он хочет получить. Потому что когда он ее спасал, вот эту вот инфантильную девушку, она уходит как бы сверху вниз, он ее как бы спасал. А она, на большинство инфантильных женщин, они это спасательство воспринимают как бесконечный поток. То есть они думают, что так будет всегда. Они не принимают помощь спасателя как инструмент для того, чтобы вырасти, как ресурс для того, чтобы вырасти и стать равным с этим спасателем. И они остаются в этой инфантильной позиции, да, то есть отношение отец-дочь. И между ними потом портится секс, даже если эта женщина супер красивая и сексуальна. И финальная точка это отношения абьюзера и жертвы, из которых из этих отношений очень сложно выходить. Вот, ну на эту тему у меня есть отдельное видео. Женственность это же, это когда мужчина и женщина на равных. Это не та девушка, которая пытается быть ниже мужчины. Да, такой, ой, я какая-то, ой, я сама не могу, ой, не могу. Да, я могу сама, да, мне ок, ок, ну мне приятно с мужчиной, да, мне приятно взаимодействие с мужчиной. Это не значит, что она говорит, всем кричит, что я могу сама. Это значит, что ей приятно взаимодействие с мужчиной. И возможно у вас из этого может быть сложится вывод, что, о, так это что, оказывается, значит нужно обязательно строить бизнес или карьеру, чтобы быть с мужчиной на равных. Нет, не обязательно. Просто если вы всю жизнь строили бизнес и карьеру, это значит, что вам сейчас задача развивать себя как женщину. Если вы хотите подробнее разобраться с темой развития женственности, кто же такая классная женщина глазами достойных мужчин? Если вы хотите разобраться в психологии мужчин, в женской психологии, в психологии отношений, если вы хотите понять, как перезагрузить токсичные отношения, как привлекать достойных мужчин в свою жизнь, как создавать классные отношения, которые длятся не только первый какой-то период, а столько, сколько вы захотите, тогда прямо сейчас под этим видео кликайте по ссылке и записывайтесь на бесплатные вебинары «Мужчина. Честная инструкция по применению без драм и манипуляций». Если это видео было полезно прямо сейчас, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, пишите комментарии и до встречи в следующих видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok